Сегодня мы едем по этой дороге, которая ведет нас в Бурулдай, в Актьюз, в ущелье Чунки-Минь. И наш путь закончится на высокогорном озере Джашин-Коль. Все это мы увидим сегодня. Вот поселочек Алтымыш. Ну и налево, коль мы это место проезжаем, и посмотреть, где учились наши профессионалы своего дела, которые получили здесь хорошие специальности. Стояли перед морозами. Вот этот магазинчик с левой стороны. Ну а вот эта школа. Ваша школа, ребята. Я думаю, все вы отсюда вышли с золотыми медалями. А золото это такое богатство, на которое можно все-все построить. Если, конечно, это золото не достается каким-то единицам, которые все это строят где-то за бугром и за границей. Ну ладно, посмотрим. Я думаю, здесь столько золота всем хватит. Вот мы едем по Бурулдайским улицам. Вот где-то вы здесь жили. Вот в этой школе вы учились. Такие тоже елочки красивые, да, на склонах. А вот и завод, где как раз мыли золото. Но мы не поедем по ней. Мы повернем влево и поедем опять в горы. Тоже красивейшие места. Хорошие хозяйства были, где выращивали картошу. Эта дорога, в принципе, не так давно построена. Ну, удобно. Если уже не объезжать, не надо было ехать туда в сторону Актьюза, чтобы там сворачивать перед Быстровкой, можно сворачивать прямо вот именно с этого места и попадать в эти поселки, в эти ущелья намного ближним путем, чем это было раньше. Вот мы на этом мосту стоим. Вот что удивительно, видите, вот Юра заугольничек взялся, а видите, дальше продолжения нет уголка. Все-таки с металлом, видать, большие проблемы. Вот видите, прям видно, что кто-то отрезал резаком. Так что, ребята, вот я сегодня это сфотографировал, а завтра, возможно, уже вот такой красоты не будет. Вот Шабдан. Вы поймете, что такое Шабдан. Шабдан не только поселочек, но и посмотрим, что это будет теперь, я вам потом расскажу. Вот такие красивые вот въезды. Въезды в эти замечательные места. Тихонечко въезжаем и чувствуем, что мы въехали уже в другую зону. Вот как раз встречаются две реки. Чистый Чу и немножко грязноватая Кеминька. Чем дольше живут наши родители, стоя возле этого обрыва, тем дольше проживем и мы. Потому что они нас к этому обрыву будут стараться еще пока не подпускать. С которого уже и не выбраться. Высотища страшная. Вот видите, я говорю, тут упадешь и все. И вся съемка пропала. Даю ему камеру в руки, чтобы он делал съемки, чтобы оставлял ложку на время. И в этот момент я его немножко вот, так сказать, обделяю. Вот видите, а ему некогда, он снимает сейчас, занят. А я вот этим временем не воспользуюсь. Я Юре дал задание, вот, понабирать побольше воды. Потому что вода, она должна быть сейчас с избытком. Казахстан, вот, когда мы проезжали, он нас научил бережливости. И чтобы постоянно был какой-то большой захват. Я тебя встретил. Ну чего? Я родился здесь, это. Ай-я-я-я-я-я. Вот. Вот так вот. Чонки-минь, ребята. Привет от Чонки-миня всему миру. Я иду. Здесь такая аллея славы. Здесь самые замечательные, знаменитые вот поэты, писатели тех времен. Вот посмотрим на эти фигуры, которым, наверное, более, я не знаю, 3000 или 4000 лет. Настоящие вот камнетесы. А это вот умывальник. Ну, это сразу вот понятно, да, вот там вот краник вставь, и все, и уже будет цивилизован такой умывальник. А это вот гонец к царю, который отнес письмо от киргизского... Моего правила, это уже два ударов. Его гражданские заслужили. Да, это заслужили. А его сын уже, гражданская война, начала это вот все. Вот мы его правили. Это, наверное, производитель. Производитель. Так что, ребята, после Акаева самые лучшие слова я написал. У тебя душа хорошая. Ребята, это будет все стоить, конечно, чего-то. Но мы на эти средства будем создавать хорошие замечательные. Ребята, подъезжаем. Подъезжаем к нашей заветной мечте увидеть это озеро, Жашелкуль. Вот оно. Вот здесь даже машина чья-то стояла. Вот маленькая речушечка, которая впадает, которая образовывает вот это вот высокогорное озеро. Лошадь. О, лошадь. Ах, шикарь. Оке, место. Берем, вот лошадь. Ах, шикарь. Ах, шикарь. Ах, шикарь. Ах, шикарь. Вот он. Вот мой друг. А вот у собаки глаз болит. Это из-за чего? Муха попала, наверное. Еще раз скажи, вот как озеро называется. Жашелькуль. Жашелькуль. Вот мы с Юрой попали на это озеро. Нормально? Нормально. Все, хорошо. Пускай даже идет, подумай. А ну-ка. Пожайше. Клосик без травы. Володь. Клосик без травы, я конфетки есть. Вот собаки постоянно кушают мясо. Они даже не знают, что такое хлеб. И прям хватают его вот, ну как бы, вот с такой силой. Чуть мне рук вот не откусили. Я говорю, Юра, вот около руки прям это. Он говорит, да нет, ничего. Вот как бы это, давай кусочек хлебушки, не выдергивай руку. И она, мол, спокойно возьмет. Нет, ребята, я боюсь. Вот Юру как бы прошу, чтобы он ближе к краю всегда ехал. Чтобы мне можно было снять иногда вот речку, которая протекает внизу. Надо обойти, попробовать вот с разгона. Раз. Оп, 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 оп. Вот, вот, вот. Я просто вам сознаю, что это не первая попытка, ребята. Вот, видите, преодолел эти трудности. Я не буду говорить с какой попытки. И я всегда кричу, когда вот что-то. Отдыхать, отдыхать, отдыхать. И вы вместе с нами.